ну что сейчас буду принимать ванну и хочу вам показать продукт который я для себя открыла вот такая фирма в принципе есть у нас практически в любом гипермаркете продается стоит бюджетно где-то в районе 5 долларов максимум это вот такая вот паста скрабирующая для лица боже как она мне нравится вы не представляете какой у нее потрясающий такой знаете очень освежающий эффект мне очень нравится умываться ей с утра честно покажу как она выглядит но выглядит как знаете такая вот густая как будто масочка беленькая как будто похоже на глиняную до маску вы просто наносите на влажное лицо умытое да и и и растираете по лицу такой приятный эффект такого знаете легкого деликатного скрабирования при этом очень хорошего и действенного очень хорошо очищается верхний слой кожи особенно после ночи мне очень нравится пользоваться хорошо вы знаете матирует кожу мне вот на лето прям пушка прям очень-очень заходит вам рекомендую хорошее средство потому что я люблю когда такая жара сильная да как-то умываться таким какими-то умывалочками свежими которые дают ощущение свежести которые заряжают бодростью позитивом мне очень нравится так что рекомендую я на нее сейчас очень подсела пользуюсь и вечером вот вечером я смываюсь мицелляркой потом мицеллярку смываю пенкой и после пенки и мне очень нравится еще раз пройтись вот этой вот скрабирующей пастой и также мне очень нравится пользоваться с утра прям я стала любить обожать и рекомендую вам это средство если у вас тоже кожа склонная к жирности да то я вам рекомендую классное средство ну и покажу что еще сегодня буду использовать в принципе такие стандартные всякие штучки скраб для тела я всегда пользуюсь каждый раз вот такой у меня скрабик вот victoria secret pink хороший скраб вообще скрабируюсь постоянно и вам рекомендую кожа должна дышать пор должны быть раскрытыми поэтому не забывайте обязательно раза три в неделю но это зависит того как часто вы моете как часто вы принимаете ванну я очень очень люблю и также я наношу вот такие маски на тело примерно раз в неделю вот маска detox у меня это масочка на глине тоже victoria secret pink мне она очень нравится классная маска я ее очень люблю наносить на зону декольте немного на лицо мне нравится хорошо очищает вот раз в неделю прям мой топ и еще покажу одну новиночку тоже я ее недавно приобрела такая вот массажная маска скраб она у меня тут видите немножечко по вытекала вся потому что я ее использовала пользуюсь очень часто мне нравится ее использовать для кожи головы хороший скраб для кожи головы потому что у меня до этого были очень агрессивные скрабы профессиональные и более химические но вот этот скраб мне больше понравился это вот такая серия мертвого моря от фармакоз белорусская вот в принципе неплохая такая массажная маска скраб просто наносите на корни головы влажные просто массируете можете расческой пройтись и все и затем уже носите ваш шампунь привычный наносите дальше уход кондиционер маску там на волосы и так далее вот но вот это это очень круто помассировать корни головы немножечко оставить на минут пять-десять чтобы поработала мне в принципе очень нравится так что могу тоже рекомендовать и еще покажу одну масочку которая у меня уже наличики я ее сделал 10 минут назад это маска вот такая гликолевая вот так вот она выглядит я умылась пеночка которому указывала до скрабирующие и нанесла вот эту гликолевую маску это бренд куда ли премиум бренд стоила на в районе наверное может быть 40 долларов что-то такое но очень крутая действенная маска мне нам очень нравится она очень хорошо лицо отбеливает омолаживает поэтому девчонкам вот после 25 маски с гликолем я рекомендую они очень круто работают поэтому если у вас еще нет гликолевой маски то постарайтесь какую-то приобрести попробовать все таки маски которые вот премиум брендов они все-таки более работающие потому что до этого у меня было других брендов более может быть бюджетных но я не видел эффекта когда покупаешь маску вот такую когда это премиум люкс бренд это все-таки видна работа на коже и понятно за что вы платите деньги поэтому рекомендую мне на очень нравится вообще у бренда куда ли мне нравятся маски вот крема мне не очень подходит у меня не уже тоже были не очень нравится даже как-то по запахам не очень нравится а вот маски у меня сейчас две штуки куда ли и мне не безумно нравится так что рекомендую ну что я к вам с рекомендациями по книгам книжные рекомендации последнее время делаю это крайне редко почему потому что они попадались мне за последнее время качественные хорошие книги качественная хорошая литература без воды как вы знаете я очень много читаю я читаю около шести книг в месяц и последнее время это и художественная литература и психологическое и саморазвитие но к сожалению по психологии по саморазвитию я заметила особенно в последний год что очень сильно начали автора друг друга копировать и книжки просто знаете им стали одинаковыми то есть кто-то у кого-то что-то подсмотрел какую-то идею и написал книгу по другой книге да то есть очень много русских авторов особенно копирует американских авторов кто-то кому-то сходил на обучение и вот так вот в общем то все передается поэтому очень сложно что-то вам советовать по психологии по саморазвитию потому что достойных экземпляров практически нет но нашлись два достойнейших экземпляра одного автора это ювайной харари знаменитый автор и его знаменитые две книги начинает нужно вот с этой книги это книга сапиенс краткая история человечества она вот такая прям толстая здесь очень много страниц и о чем эта книга это книга вам расскажет про эволюцию человека да не просто про эволюцию человека которую мы возможно знаем да там дарвина теории так далее нет здесь абсолютно другое и когда я читал очень многие рецензии на эти книги я поняла что мне такая литература интересна она невероятная это просто вот за последние годы что-то невероятное для меня лично и я пока читаю вот эту книгу и уже также у меня есть еще вот эти книги уже у меня лежат месяц все они добирались ручки и вот сейчас решила вам все-таки показать когда я в процессе чтения над книгой сапиенс homo deus это уже вторая часть так скажем вот этой книги это краткая история будущего это краткая история человечества это будущее мне очень понравилось вообще тоже и аннотации различные на эту книгу история началась когда люди придумали богов и закончится когда люди станут богами ну настолько качественная литература про будущее про то что мы сами творим свое будущее и здесь очень много найти таких каких-то ответов на вопрос а что будет дальше а почему сегодня огромная смертность мире почему какие-то самоубийства войны и так далее да все это очень интересная книга я безумно хочу и начать поскорее но думаю что сделаю это только в сентябре потому что у меня еще вот эта книга также еще художественные книги пока на все не хватает времени вот так что вот так вот очень вам рекомендую обязательно прочитайте про эти книги в интернете я думаю что они вас обязательно зацепят и купите себе эти книги стоят они в районе 10 долларов каждая книга и поверьте это того стоит вот так что даю вам вот такие вот наводки сегодня я опять готовлю торт на лимонных воздушных бисквитах на сметанном креме и будет у нас начинка из малинки вот поэтому что мы делаем и делаем все очень просто смешиваем один к одному сахар с маслом в идеале если вы большой противень то это 170 грамм масла 170 грамм сахара у меня чуть меньше потому что меня будет совсем маленький бента тортик на дальше нам понадобится также 3 яйца и сейчас я смешаю масло с сахаром блендером далее добавлю яйца сюда опять все это перемешаю добавлю муку где-то 200 грамм и разрыхаете и все поставлю это в духовочку на 30 минут где-то при 170 180 градусов и я уже тоже начала готовить первую часть крема здесь у меня сахар со сметаной который я сейчас немножко еще забью при помощи блендера и также я сюда немного добавлю загустителя для стабилизации и отправлю в холодильник это у меня всегда идет такая первая часть крема который очень хорошо за ночь застывает очень получается жидким хорошо пропитываются им коржи вот за ночь и он стабилизируется хорошо и потом просто супер и также у меня будет еще слой из сметанового более густого крема покажу тоже его попозже для пропитки бисквитов у меня как всегда будет фруктовая сахарная пропитка и в начинку у нас пойдет конфи из малины так что если вам интересно то оставайтесь со мной посмотрите как я готовлю этот маленький бента тортик и сможете тоже для себя для своей семьи его приготовить если у вас есть свободное время как у меня сегодня так что поехали добавила также цедру лимона и сок лимона сюда тесто получилось у нас вот такое и выкладываю его в силиконовую формочку и поехали будем его выпекать пока буду выпекать буду готовить крем окей я начинаю собирать торт смотрите получились они такие очень воздушные эти бисквиты потому что я добавляла соду кто смотрел мои прошлые видео я делала также другой сметанный торт я там не добавляла соду специально с уксусом чтобы не было вот таких дырочек но сегодня я захотела пробовать ее добавить вот получается когда вы добавляете соду все-таки получаются вот такие вот дырочки бисквите да вот это конечно но это на любителя вот потому что такие дырочки ну посмотрим как это будет смотреться в торте вот но так он чуть чуть больше поднимается чуть чуть выше вот смотрите как любите в общем я взяла вот такие боксики и буду собирать сюда торт значит вот уже разрезала по по форме вот эти бисквиты положила сюда и сейчас я буду его пропитывать сейчас я буду пропитывать наш бисквит кстати видите он получился такого цвета у нас потому что здесь у нас лимончик он и сок поэтому он получился найти такого цвета желтенького почти похожего на хлеб ну что начинаем принципе все-таки раньше просто пропитываем полностью весь бисквит сиропом пропитала и дальше буду своим сметанным кремом который у меня уже кстати полежал несколько часов в холодильнике немного стабилизировался и сейчас я буду наносить его вот сюда на наш первый слой хорошенечко смазали сметанным кремом не забывайте что это первый ваш слой и другие слои которые вы будете делать все таки с них будет немножечко все таки идти все вниз всегда идет да поэтому не забывайте что сильно много крема на этот слой мы не кладем и сейчас я сюда положу немножко малинового варенья у меня сегодня будет да вы можете сделать конфи из малины из ягод смотрите у нас лимонные бисквиты они очень круто пахнут лимоном поэтому с ним будут сочетаться очень хорошо какие-то ягоды кислые поэтому малина сюда просто топ поэтому сделайте если у вас есть свежая малина с огорода сделайте конфи из малины это малина с сахаром есть интернете рецепты как делать малиновое конфи сделайте малиновое конфи и загустите ваши конфи да при помощи крахмала немножко и сделайте такое варенье если у вас есть готовое варенье из малины используйте готовое варенье но не перебарщивайте с готовым вареньем потому что варенье очень много сахара вот поэтому немножко кладем сюда начинки и будем приступать к оформлению следующего слоя сделали и теперь закрываем следующим слоем и делаем все точно также на следующий слой я пропитываю сахарным малиновым сиропом следующий слой и положу большой слой крема положили следующий слой бисквита хорошенечко его придавливаем до хорошенечко это дело мне сегодня немного маленькие боксами не совсем удобно в них работать но тем не менее нормально делаем все то же самое это второй слой у нас я на него не буду уложить начинку потому что это очень пропитанный торт и думаю что я наверно не буду делать четыре яруса то что у меня получилось 4 бисквита я сделаю трехъярусный и сейчас положу последний слой бисквита ну что вы такой вот домашний сметанный торт у нас получился трехслойный на лимонных бисквитах со сметанным кремом с малиновой начинкой вот такой тортик получился я его закрываю и ставлю его в холодильник на ночь и уже завтра мы будем его пробовать я обязательно покажу учился просто бомбовый торт вот он настолько пропитан он настолько вкусный вот знаете раньше я не знала что нужно пропитывать коржи лет пять назад когда еще готовила тортики как-то вот не было таких знаний что нужно пропитывать каждый корж после того как эти знания я получила у меня стали получаться домашние очень очень вкусные тортики поэтому рекомендую вам если у вас есть время дома хотите что-то для своей семьи приготовить вкусненькое вот просто может быть у вас есть часик свободного времени просто приготовьте такой тортик потому что реально очень очень вкусно по-домашнему кто любит именно сметанные просто бомба и не забывайте хорошо пропитывать каждый каждый ваш бисквитик это будет просто топ потому что такие продукты есть в холодильнике у каждого человека практически каждый день поэтому почему бы не приготовить такой вкусный десерт правильно поэтому готовьте с удовольствием с любовью приятного всем аппетита